Волнительный, яркий, невероятно красивый республиканский последний звонок прошел в городе над Богом. Более двух с половиной тысяч юношей и девушек попрощались со школьной порой и детством во время этой трепетной традиции. В парке культуры и отдыха торжество началось с церемонии награждения в четырех номинациях. Интеллект, чемпион, талант, лидер, а также заслуженные награды получили классные руководители. А поздравляли их почетные гости. Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук и председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. В этом году наша школа заканчивает более чем 55 тысяч одиннадцатиклассников. И сегодня в рамках республиканского праздника «Посредний звонок» мы собрали практически три тысячи лучших выпускников со всех уголков нашей страны, которые проявили себя в спорте, в творчестве, в учебе, в различных интеллектуальных конкурсах. И, конечно, мы сегодня, глядя на нашу молодежь, которая здесь присутствует, понимаем, что у нас большое будущее. У нас хорошая молодежь, у нас умная молодежь, у нас молодежь, которая любит свою страну и которая будет делать все во благо. А государство, в свою очередь, создало все необходимые для этого условия. Сегодня осталось сделать лишь только последний шаг. После 25 числа на следующей неделе сдать два централизованных экзамена и получить свой желанный аттестат, путевку в жизнь. После этого наши университеты ждут талантливых, одаренных ребят по целому ряду направлений, без экзаменов. Мы их очень ждем для тех, которые себя проявили в общественной жизни. Также созданы дополнительные траектории для того, чтобы они приходили в наши учреждения образования. Ну и, конечно, те ребята, которые захотятся проявить на уровне среднеспециального образования, наши колледжи тоже открыли двери и тоже их ждут. Поэтому всей молодежи, всем выпускникам только самые лучшие пожелания. Озвенели школьные звонки во всех учебных заведениях Бреста, в том числе и в гимназии номер 4. За все время своего существования учреждение образования прошло динамичный путь становления и развития, завоевало устойчивый авторитет в городе, укрепило свою позицию по многим направлениям образовательного процесса. В гимназии номер 4 был дан последний звонок и состоялась торжественная линейка. Почетным гостем мероприятия стал председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Хорошо, что у нас сегодня есть эта благодатная почва, куда мы можем бросить зерно, которое потом отдаст большой урожай. И дети, это вот именно то, что сегодня мы от них ожидаем, на большой урожай. У нас сегодня много делается для нашей молодежи, чтобы они развивались, прославляли, наверное, себя, свои школы, вузы, город и в целом страну, для того, чтобы завтра они смогли вернуться сюда, на эту любимую родину, маленький уголок, где своим трудом и усердием докажут и покажут, что мы можем многое сами. А отсюда, наверное, уже рождается суверенитет, независимость и желание, наверное, быть еще сильнее и крепче. В гимназии номер пять уже после последнего звонка состоялась торжественная церемония открытия компьютерного класса. Подарок учебному заведению преподнесли сотрудники совместного предприятия «Транзит». Руководством предприятия было принято решение в преддверии празднования 30-летия фирмы и предложено городской власти сделать подарок городу в лице пятой гимназии. Подарок представлял собой полностью оборудованный компьютерный класс. Приобретенная новая техника, она полностью белорусского производства, произведена в великом камне. Я думаю, она выведет еще на более высокий уровень и само преподавание, и саму подачу материала. Также мы уверены, что приобретенные умения, знания и навыки ребятами на данных занятиях пригодятся им в дальнейшем при уже трудоустройстве в различных отраслях как города Бреста, так и Республики Беларусь в целом. 13 компьютеров, 13 полноценных рабочих мест – это весомый вклад в образовательный процесс гимназии номер пять. Ребята вместе с гостями не упустили возможности протестировать подарок. В целом для учебных заведений Ленинского района год качества выдался достаточно качественным, но все покажет централизованный экзамен. Очень важное событие сегодня, оно больше характерно для 1 сентября, но у нас совместное предприятие «Транзит», транспортное предприятие, одно из самых больших в стране, отмечает свой юбилей 30 лет. И вместо проведения каких-то таких мероприятий развлекательного характера, они предложили поучаствовать в жизни нашей системы образования и дарят сегодня полноценный компьютерный класс для нашей пятой гимназии. В целом в районе, пока прогнозируемо, у нас 53 медалиста, 52 золотых и 1 серебряный. Но это уже, как говорится, будет после весна, после экзамена. Конечно, хочется пожелать нашим выпускникам успехов. Успехов, они пройдут все эти этапы, они вступят во взрослую жизнь, и самое главное, мы хотим, чтобы они вернулись домой. Вернулись домой для того, чтобы здесь себя реализовывать и трудиться на благо нашего любимого города. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинёк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.